В Казахстане будет проходить Экспо 2017. У компании есть намерение участвовать для команды? Вы имеете Экспо? Экспо. Ну, мы дали заявку, да, я отопланирую. Заявку на Экспо, но раз отопланирую, то какой смысл? А в мой земляк, можно сказать, я же в школу заканчиваю в Казахстане. Учился там, наверное, в одной еще раз там живу в Казахстане. Это моя старая родина. Анатолий Иванович, есть ли будут вам это вот как бы предложение, это приглашение? Еще время есть? Нет, в принципе, да. Тем более, что это в 2017 году. Мы вообще предлагали там построить даже на трассу аэропорта Астана. Ну, можно выставить и либусы, и лини-байки, можно выставить модели действующие. У нас они здесь будут там аэропорты. Если нас пригласят, то мы будем участвовать. Спасибо. Кстати, по Экспо, это уже не первая попытка. Я просто расскажу случай. Быстро не смешно, а с другой стороны, не очень смешно. Когда гастрой СССР России, по его заявке, нам было предложено участвовать в Экспо 2005 в Нагое, Японии, с действующей моделью. Министерство экономики профинансировало в России изготовление действующей модели. Мы ее изготовили. И шло последнее заседание оргкомитета в Москве. Возглавлял этот оргкомитет министр науки тогда Фурценко. А научным руководителем оргкомитета был Академий Велихов. И в фойе, там было человек 100 членов оргкомитета. И в фойе стояла в детстве еще модель, которая работала. И Велихов, как научный руководитель выставки, начал зачитывать экспонаты, которые там будут выставлять. И когда он дошел до струна транспорта Веницкого, экспонаты, он превразился, он вскочил, закричал, начал топать руками, ногами там, и сказал такие слова, причем с криком. Нигде в мире этого нет, а мы поедем в Японию и будем позориться. Это вице-президент Академии, ну, в России, мне надо сказать, ничего смешного нет. И вычеркнул из-под. И на это место, тогда должен быть вход в выставку, да, в российскую экспозицию. И на это место, где была одежда еще модель, должна была быть, положили мамонтенка Диму. Найдена где-то там под Канты-Мансинском, полузгнишка. Ну, видимо, это и есть символы российской науки. Ну, видимо, так, заменили антинаучный экспонат. Тоже я уже ученый по представлению веков академиков российских, да? А вот мамонтенок Дима, это основная наша наука. Да что интересно, я потом подошел, у меня дверь около, говорю, уважаемый академик, ну, вообще, надо разобраться, кто из нас уже ученый. Я говорю, вот, в ХАЕ стоит действующая модель, струнная система. Есть антинопоры, есть путь, есть струны, есть рельс, есть унивус, есть система управления автоматическая. Все работает, как кажется, жил наука. А вы, а, кстати, у меня тоже там был экспонат, Токамак. Они уже занимаются темно-этым синтезом, управляем, лет 50. Проели порядка 10 миллиардов долларов на этот проект. Сейчас просят из бюджета еще где-то десяток миллиардов долларов. И, значит, будет Европа финансировать еще там несколько миллиардов долларов. И они говорят, возможно, в 2030 году что-то у них получится. Но они, говорят, гарантий никаких не дают. Я говорю, что мы это тоже запустили, в октябре будет работать. Они говорят, возможно, в 2030 году что-то из-за работы. Я говорю, уважаемый академик, вот тут есть понятие физической модели. Потому что есть физика. Если модель отвечает всем физическим законам, значит, работающий, так сказать, объект. А вы повезли на выставку и свой экспонат не вычеркнули. Модель такомата. Я говорю, у вас, вы выпилили из пенопласта такомат, поставили батарейку, лампочку, она мигает. Я говорю, у вас что, там 50 миллионов градусов температура? У вас что, идет термоэндис-синтез, и водород превращается в гелий? И вы вырабатываете электроэнергию? Да кто из нас уже ученые? Весь мир объекты, модели показывают. Все нормально? Он говорит, ну вот и езжайте. А в Японию вы не пойдете. Вот такой вот случай. Антон, я здесь.